Доброе утро, дорогие друзья! Бег в последнее время стал самой настоящей религией. Люди все чаще выбирают для себя этот вид спорта. Ну и досуга, можно ведь так сказать. Кто-то предпочитает бегать в одиночку, кто-то становится членом бегового клуба. Одни ставят себе целью преодолеть хотя бы 3 или 5 километров, другие же решаются пробежать марафон. Да не просто один раз, а становятся просто привычкой. Сегодня у нас в гостях ультрамарафонцы Александр и Иван Волков. Ребят, доброе утро. Доброе утро. Надо сказать, что вы наши земляки, правильно? Когда-то вы уехали от нас, и теперь получается, вы теперь бегаете там. Давайте по порядку начнем. Вот что такое ультрамарафонец? Ультрамарафонец это бегун, который бегает больше 42 километров. То есть 50 километров это уже ультрамарафон. Ультрамарафон. Да, бывают дистанции 90 километров, 100, 180. Сколько? Сколько, сколько? Это вообще реально. А спортатлон сколько там? 200? 256 километров. 256 километров. Наш друг пробежал. С ума сойти, это надо как дома отмазываться, чтобы тебя отпустили на марафон? Что придумать? Это же даже, по-моему, хуже, чем на рыбалку уехать. На несколько дней просто. Скажите, почему вы решили бегать? И, может быть, у вас у каждого своя история? Да. Как вы побежали? Я могу начать, потому что у меня такая конкретная история. Я увидела однажды, как Бочаров написал о том, что он пробежал марафон. Это всем известный его ИСПшник и Валенщик Андрей Бочаров. Андрей Бочаров. Он такой круглый был весь, и он пробежал марафон, написал об этом. И я решила, что если он смог, то я вообще легко смогу. Потому что я не круглая и мне не 40 лет. Ланя, у тебя какая история? Потому что Саша побежал, а тебе пришлось? Ну, отчасти да, на самом деле. Так и было. То есть Саша побежала, я через год только начал бегать. Я пробегал сначала, я пробежал там 3 километра, задыхался, вообще не мог бежать. Это, кстати, к вопросу о том, что 42 километра, это невозможно пробежать, там, как это вы вообще делаете. На самом деле все постепенно делается. Но это техника бега, постичь это, наверное, самое главное, и нет. И техника дыхания, разумеется. Ну, на самом деле нет. Это скорее привычка. То есть это такая хорошая привычка, ты привыкаешь, и ты с каждым разом все быстрее, быстрее, быстрее бежишь. А потом ты привыкаешь бегать, и тебе ходить уже не нравится, и без бега ты не можешь. Так? Ну, возможно, да. Скажите, вот сейчас на фотографиях, это разные места, вот сколько вообще, у вас наверняка все-таки разное количество, да, марафонов, в которых вы поучаствовали? На один всего, на самом деле. На один или два. Да, на один. На мой первый марафон. А так одинаково, мы бегали везде вместе. Самое интересное место, или может быть самый интересный забег? Ну, это последний, наверное, комрад, с которым мы пробежали в ЮАР, вот, мы там дважды были, это Южная Африка, туда лететь 17 часов, вот, ради старта это все было сделано, и бежали 90 километров в 9,5 часов. Да, надо сказать, только не просто 90 километров, а там перепад высоты 2 километра, то есть это ты в гору. Это вообще не по-ровной, это ты 40 километров просто в горку сначала бежишь. Первые 40 километров. Ну, это, кстати, вы официально брали с тобой двух бабушек. Да, с нами были две бабушки, наш сын, которому двух лет не исполнилось, он там дважды уже тоже был вилок. Мы еще видели на фотографиях, что вы и в положении бегали, да, то есть в любой момент вашей жизни вы бежите. Я бегала, да, у меня получилось, я очень рада этому, спасибо сыну, что он мне это позволил сделать. Я бегала до 38 недели, если девушкам это что-то говорит, за 2 недели до рождения сына я пробежала 5 километров на цветном забеге, но это уже такой бег был, конечно, семенящий шаг такой. Ну, вы смотрите, говорите, цветной забег, я так понимаю, еще костюмированные бывают, а это вот в чем суть костюмированных забегов? Вот как тут и Деда Мороза были на Александре Клаусе. Да, да, у нас был забег Деда Мороза. В чем его суть? Просто сбор людей по фану, бежать, кто-то выигрывает, там есть награда какая-то даже за первое место, естественно. То есть денежная. И денежная тоже есть, да, и денежная, и призывная. Огромное количество медалей, самая дорогая, возможно, из них. И вот скажите, такой вопрос, если ты до финиша не дошел, не добежал, тебе медаль все равно нет? Нет, это мы все добежали. Я могу сказать, вот самая дорогая медаль, это за 90 километров вот такую маленькую медальку дают. То есть вот эту дают там за 40 километров, да, вот эти большие. Крупные, большущие, да, медали. Да, вот эта маленькая, и это не просто за 90 километров, это back-to-back называется. Ее раз в жизни можно получить, если ты, Комрас, пробежал первый и второй раз. В других случаях ее вообще не дают. Ого. Скажите, как во время 90-километровой пробежки, ну это я сейчас так говорю, как будто это легко делается, да, глядя на вас. Как вы питаетесь, чем питаетесь, как пьете, вообще как процесс происходит, жизнедеятельности? Вот, Саша, покажи. Мы всю дорогу, на самом деле, если кто-то думает, кто-то меня спрашивает, а вы на шаг переходите? Я говорю, мы всю дорогу едим и пьем. Естественно, мы переходим на шаг. Как это круто, ешь и худеешь. Ну, как бы, да, мы только ради этого это делаем, гели со вкусом, карамельки, там, знаете, это все вообще бег, бег ради еды. Питание все в жиженной форме. Это питание космонавтов. Ну, да, да, вот у нас есть такие штучки специальные, мягкие, и мы их полностью заполняем. Вот 90 километров как раз-таки были сложны из-за того, что в этот поезд пришлось напихать почти полтора литра вот этих штук. Они специализированные какие-то, или, то есть они покупаются дома, ты смузи такой... Ну, так и делали, это как раз мы дома смузи делали. Ну, там специальные рецепты есть. Нам бабушка готовила. Какие хорошие бабушки. Ребят, какие, скажите, у вас планы впереди? Как долго вы планируете заниматься этим? Марина, покажи еще вот сердечко нам тоже. Да, я вот хочу. Что у вас впереди, ребята? Впереди я хочу в ближайшем будущем пробежать, может, в следующем году МДС. Это что? Это Маратон де Сабли. Это в пустыне пять дней подряд ты бежишь... Шесть? Шесть. Шесть дней подряд ты бежишь каждый день по марафону. Каждый день по марафону? Ты пробежал марафон, поспал в пустыне, причем там все ты тащишь с собой, никто тебе ничего не дает. То есть питанием ты обеспечиваешь сам себе? Да, ты с рюкзаком бежишь, пробежал 40 километров, поспал в пустыне ночью, проснулся, побежал, и так шесть дней. Саша, у тебя... Я тоже собираюсь. Ты тоже собираешься. Этот совет обязательно пробежать, да. То есть это вы на семейном совете принадлежите? Надо, да. Причем, ну, каждое участие стоит больших денег, как вы себе представляете. Это еще и платно? Мы за это платим. Ну, по крайней мере, я понимаю, что в ЮАР это надо туда долететь, как минимум. Ну, помимо этого, регистрация стоит, вот, например, в ЮАР около 12 тысяч рублей, а вот Маратон де Саблес, я хотела мужу подарить на день рождения, но это стоит что-то около 3 тысяч евро, в общем, это я пока подумаю. Это какое же дорогое удовольствие. А в итоге, получается, победители участвуют ради денег, или это все-таки больше общения и новые друзья? Я думаю, победители, конечно, они рассчитывают на призовые, там есть такие профи, которые ездят, гастролируют. Это для них работа. Да, да. Как правило, это кенийцы, вы же видели, наверное. Приближается зима, зимой вы что делаете? Если я понимаю, бег это ваше все, как вы тренируете, чем живете зимой? Мы бегаем в Манеже, и мы бегаем на улице также. Я здесь, в Ханты-Мансийске, бежала в феврале вокруг города, 21 километр по окружной дороге, вот, ровно круг сделала. Мне повезло с погодой, там было что-то градусов минус 14 всего. Какая умилость. Ребят, большое спасибо, что вы нашли время, пришли в нашу программу. Мы желаем, чтобы в вашей спортивной коллекции увеличивалось количество медалей, и количество впечатлений также росло. Спасибо. Спасибо вам. Отличного здоровья и прекрасного настроения сегодня. Спасибо.